Следующий доклад делает сотрудник Санкт-Петербургского психоневрологического научно-исследовательского института имени Академика Бектерева, Денис Валерьевич Захаров. Доклад посвящен дефицционной диагностике хирургических гиперкинезов. Продолжение следует... Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно присутствовать в стенах столь значимого учреждения. И чуть-чуть мы изменили тему докладов, просто для того, чтобы тематика не повторялась. Дефицционная диагностика хирургических гиперкинезов, вообще тема на сегодняшний день крайне актуальна, потому что болезни Паркинсона мы уделяем на сегодняшний день большое внимание, дрожательным гиперкинезам тоже немалое, а вот вопросы атаксии, вопросы ХАИ у нас нередко уходят все-таки чуть-чуть на второй план. Отчасти это связано с недостаточным количеством терапевтических возможностей, которые мы можем предложить данным пациентам. Но от этого их качество жизни лучше не становится, и по крайней мере диагностику или правильно поставленный диагноз для этих пациентов ничуть не менее важна. Используемая литература поведена на данном слайде, чтобы потом просто уже не останавливаться на этом. Что такое ХАИ? Я думаю, что знакомо каждому неврологу. Патологическое состояние характеризуется развитием гиперкинеза различных мышц тела, когда человек совершает бесцельные, размашистые, хаотичные, отрывистые движения. И то, что мы издавна называли пляской святого вида, в общем-то это действительно характерная клиническая картина для этих пациентов. И теологически можно выделить две основные группы причин возникновения ХАИ. Это первичные хаические гиперкинезы, возникающие в рамках различных нейродегенеративных заболеваний. И, конечно, вторичные ХАИ, как симптомы аутоиммунных, цивровоскулярных, метаболических заболеваний. А также как осложнение применения некоторых лекарственных препаратов. Когда мы обсуждаем жалобы, и именно с этого, конечно, мы начинаем осмотр пациентов. Конечно, это жалобы прежде всего на сам гиперкинез. На непроизвольные, насильственные. Но нередко также бывает наличие и когнитивных нарушений, которые могут влиять на сбор тех же жалоб. Пациенты нередко со снежной критикой меньше уделяют значимости этим нарушениям. Но, опять же, психоэмоциональные расстройства также влияют на состояние этих больных. Когда мы обсуждаем или когда мы уже видим клиническую картину, хаический гиперкинез нередко становится, конечно, ведущим симптомом. В большинстве случаев он двухсторонний, симметричный. Хотя бывает и гемихаей, которая более характерна, например, для сосудистых очагов сосудистого поражения в контрлатеральном полушае и того же большого полушае. Важно обращать внимание на наличие других сопутствующих двигательных симптомов у пациентов, которые также могут пролить свет, если это различные мозжечковые нарушения, та же спиноцебелярная таксия или возможное проявление болезни Фрейдрейха, хоя, акатанцитоза. Дистонический синдром и паркинсонизм развиваются на фоне той же ювенильной формы болезни Гентингтона или та же оролингвальная дистония, которая возможна для лекарственно-индуцированных расстройств движения на еду с хаическим гиперкинезом. Наличие хаического гиперкинеза может также сопровождаться или сочетаться с эпиприступами, что характерно для поражения определенных глубоких ядер, или наличие дистонии, что возможно для лекарственно-индуцированных расстройств движения. Возможно сочетание с миоклонусом, что характерно для наследственных или приобретенных тех же паионных заболеваний. Сочетание с нарастающим когнитивным дефицитом характерно для болезни Гентингтона. И вот по сочетанию тех или иных клинических проявлений, возможно опять же правильная постановка диагноза еще на этапе клинического осмотра. Вот вашему вниманию поведена такая сводная картина, сводная таблица, где представляя ее или представляя определенный алгоритм клинического осмотра этих пациентов, уже можно предположить тот или иной диагноз. С точки зрения особенностей анамнеза, большинство наследственных заболеваний, сопровождающихся хаей, характеризуется медленной прогрессией, незаметным началом и постепенным, конечно, прогрессированием, нарастанием гиперкинеза. Острое внезапное начало, которое наблюдается в случае приобретенной хаеи, дальше можем обсуждать вследствие сосудистого заболевания или применение тех или иных лекарственных препаратов. Если у нас есть сведения о поражающем факторе или возможном этиологической причине заболевания, то опять же анамнистическая связь проливает свет на тот или иной диагноз. Недавно перенесенная стриптококковая инфекция или ревматическая лихорадка опять же, например, может свидетельствовать в пользу хаеи сиденгама. Наличие в анамнезе ядозаболеваний, таких как ВИЧ, системная красная волчанка, заболевания щитовидной или паращитовидной желез, лекарственный анамнез и связь с лекарственным препаратом также дают возможность поставить правильный диагноз. Ну и опять же семейный анамнез, где мы можем предположить аутосонно-доминантный или рецессивный путь наследования. С точки зрения особенностей анамнеза все заболевания, еще раз подчеркну, наверное, стратегически можно поделить на причины наследственной хаеи и причины приобретенной хаеи. На каком-то этапе нам становится необходима дифференциальная диагностика и инструментальная диагностика. И, конечно же, прежде всего стоит обсудить магнитно-резонансную томографию. С точки зрения исключения инсульта, с точки зрения болезни накопления металлов. Дальше стоит обсудить, конечно, анализ цереброспинальной жидкости с целью исключения воспалительного линия пластического процесса в центральной нервной системе. Общий анализ крови, конечно, наличие тех же акантоцитов при неракантоцитозе. Гематокрит повышается при полицитомии. Определение массы циркулирующих эритроцитов, тоже специфический тест для диагностики истинной полицитомии. Определение уровня цирлоплазмина, он снижен при болезни Вильсона. Определение экскреции медисмача, биопсии печени. Тест на беременность, определение треоидного профиля и так далее. Надо помнить о том, что на сегодняшний день не только классические инструментальные неврологические методы, как позитронно-эмиссионная томография или магнитно-изонансная томография, проливает однозначный свет на постановку диагноза, но и такой, казалось бы, простой метод, как общий анализ крови, также дает возможность или ключ к пониманию различных диагнозов. Когда мы обсуждаем хоические расстройства, хоические гиперкинезы, конечно, на помощь или в подтверждение диагноза, конечно, выступает и ДНК-диагностика. ДНК-диагностика, как при болезни Гентингтона, так и любого наследственного заболевания, является основной системой медико-генетического консультирования. И схематично мы можем представить себе следующий алгоритм диагностики при хоической гиперкинезе. На первом месте, или степень заподозренности, это, конечно, болезнь Гентингтона. И если она не подтверждается, то вот на втором этапе это спинноцеребилярная атаксия, в частности, 17-го типа. Я очень рад, что у нас был генетический доклад генетика, когда мы видели значимость генетических исследований. Ну и вот так схематично, в зависимости от дебюта, острая или подострая, или хроническая, в зависимости от дальнейших инструментальных исследований, мы можем схематично представить такой диагностический алгоритм у этих пациентов. Тема, конечно, не для 20-минутного доклада, и в ближайшее время мы постараемся в своем Бехтеревском журнале опубликовать, в общем-то, весь собранный материал на сегодняшний день в мире и в нашей стране, в частности. Но прежде чем мы перейдем к классическим таким неврологическим клиническим зарисовкам, несколько слов еще в так называемой псевдохарии. Или, если позволите, психогены гиперкенетических синдромов. Вот такая гравюра средневековья, где указана так называемая средневековая танцевальная чума. Это описаны в литературе случаи, когда несколько людей или большая группа людей после каких-то торжеств, празднеств начинала танцевать и не могла остановиться. Это были тоже бесцельные, бессмысленные движения, напоминающие пляску, вовлекающие те или иные части тела, или иногда это действительно степень генерализации. И в данном случае пациенты, они действительно, в общем-то, считались не совсем здоровыми людьми, танцевали, падали замертво, потом нередко просыпались и продолжали танцевать. Хотя на сегодняшний день мы уже нередко понимаем по описательной картине, что чаще всего это, наверное, все-таки обсуждался психогенный гиперкенетический синдром. И вот одна из наших пациенток, вообще у нас есть уже действительно целый ряд наблюдений таких психогенных расстройств, пациентка, которая поехала к нам из другого города, первоначально мы связывались с доктором, который ее наблюдает по скайпу, и первоначально в скайп-трансляции это был просто ретроколиз, и когда к нам она уже поехала, это был вот такой уже гиперкенез с дистоническими проявлениями. Это такой аналог, в том числе и истерической дуги. Ну, если позволите, просто за недостатком времени я покажу вам ту же пациентку, которая примерно через месяц-полтора после лечения у коллег наших психиатров в соседнем отделении института объекта его действительно пациентка изменилась и внешне, и эмоционально, и, конечно, сама отмечает значительное улучшение на фоне лечения у коллег-психиатров. И с точки зрения диагностики на сегодняшний день выделяются особенности психогенных гиперкенезов, как то острое начало в связи с имеющейся психотравмирующей ситуацией, множественные двигательные расстройства, причем эти паттерны имеют свойство меняться, различные меняющиеся в течение врачебного осмотра двигательные проявления, и это все зависит тоже от внимания врача, не соответствуя симптомам известных органических заболеваний, или нарастание патологических гиперкенезов при фиксации внимания на пораженной части тела. Также можно обсуждать двигательные расстройства, которые уменьшаются или прекращаются, когда пациент не подозревает, что за ним наблюдают, уменьшается выраженность гиперкенеза при отвлечении внимания больного, уменьшение патологических движений под влиянием плацебо или сугестивных методов психотерапии, наличие сопутствующих психогенных соматоформных расстройств, наличие сопутствующих психических нарушений. И пока вашему вниманию представлена еще одна такая видеозарисовка, это из атласа, действительно такой психогенный гиперкенез. Вы можете обратить внимание на то, что картина будет потихонечку меняться, то вовлекается то одна, то другая часть тела, но в дополнение к признакам я еще бы, наверное, уже наше наблюдение привел, это то, что у таких пациентов нередко существует еще соответствующее семейное окружение. И как мы всегда говорим о том, что у каждого алкоголика есть своя жена алкоголика, так вот у таких пациентов с какими-то психогенными расстройствами движения есть соответствующее семейное окружение, которое их поддерживает, оберегает, помогает поддерживать эту клиническую картину. И, соответственно, и в данном случае, который я его приводил, к нам приехала пациентка вместе со своей мамой, которая ее очень активно опекала. И хотелось бы перейти к некоторым таким клиническим зарисовкам и прежде всего начать, ну, все-таки, если позволите, не с классической болезни Гентингтона, а в частности с постинсультного хоического гиперкинеза. В данном случае это публикация 2015 года, и вы видите, что она отмечена именно как клинический разбор. У нас все же на сегодняшний день очень небольшое количество клинических наблюдений именно для постинсультных хоических расстройств движения. Хотя в мире проводятся различные исследования, различные данные, Бразилия, Южная Корея, это европейские страны или не самые европейские страны, и различные совершенно данные по встречаемости таких расстройств у пациентов, перенесших инсульт. И вот в частности, в российской публикации 2015 года была представлена пациентка 65 лет с характерными жалобами на насильственные движения в проксимальных и дистальных отделах левой руки по типу гемеболизма или хоического гиперкинеза. И хотелось бы представить уже нашу пациентку, которая обратилась через некоторое время после перенесенного инсульта. И особенностью являлось то, что вот такие непроизвольные движения в правой кисти у нее появились не сразу после перенесенного инсульта. И если вначале это была какая-то жалоба на слабость и неловкость, то через несколько месяцев появились вот такие непроизвольные движения. После сделанного томографа мы обнаружили характерные изменения. Это был такой небольшой геморрагический очаг в области таламического ядра. И вот характерную клиническую картину вы видите. Да также отметить, что пациентка жаловалась на болевые ощущения в области лица, правой половины лица, по типу нейропатической боли. Которые, конечно же, не уходили на фоне приема классических анальгетиков. Но за недостатком времени, позвольте просто двинуться дальше, та же лекарственная индуцированная ХАЕ. ХАЕ также характерный гиперкинез. Движения могут быть простыми, сложными, меняющимися. Обычно движения являются дискретными, но если они очень многочисленные, они могут сливаться и напоминать какие-то явления того же атетоса. Хроническая форма чаще связана с применением нейролептиков, но вашему вниманию представлены такие различные литературные данные у пациентов, поменяющих и тот же карбамазепин, и фенитаин, и вальпроевую кислоту, и флуоксетин или другие психотропные препараты, которые не обязательно относятся к нейролептикам. Вот пациентка на фоне приема нейролептиков, или что может быть более знакомо для нас, это хаический гиперкинез при дискинезии пикодозы на фоне болезни Паркинсона. Вот пациентка сидит, вы видите небольшое дистоническое положение левой руки, ну вот уже появились беспорядочные, бесцельные, непроизвольные движения в левой ноге. Она не может с ними справиться. Пытается левой рукой поглаживать ногу, как-то зафиксировать левую руку, но вот такие хаический гиперкинезы в левых конечностях, более выраженные в ноге, точно так же могут быть и при дискинезии пикодозы. Еще об одной группе заболеваний, конечно, хотелось бы уточнить. Это заболевания хаический гиперкинеза, связанные с болезнью накопления металлов, но позвольте на этом сэкономлю время. Коллега Левия Артуровна Хуварова будет докладывать еще сегодня в своем докладе чуть позже. Это дегенерации с накоплением медиа, дегенерации с накоплением металлов, но остановлюсь уже на следующем заболевании, тот же нейроконтоцитоз. Нейроконтоцитоз – это группа неврологических расстройств, при которой в периферической крови выявляются контоциты, эритроциты с шипообразными отростками. Это редкое аутосомно-рецессивное заболевание, связанное с мутацией в определенном гене и кодирующим белок ХАИ. Оно характеризуется дебютом во взрослом возрасте, двигательными, когнитивными и психическими нарушениями, и фенотип вообще довольно часто напоминает болезнь гентингтона. И поэтому, как только мы получили отрицательную генетику на болезнь гентингтона, нейроконтоцитоз – это также наиболее часто встречающееся заболевание, которое мы должны помнить, и общий анализ крови, конечно, не должен себя заставить ждать. Психические и когнитивные нарушения также сходны с болезнью гентингтона, однако, в отличие от последней, у половины пациентов могут отмечаться также и эпиприступы. Нередко также отмечаются дистальные амиотрофии или полинеэропатии с повышением активности КФК в сыворотке крови. Болезнь Кейсфельда Якоба – тоже интересное заболевание, относится на сегодняшний день к группе паионных болезней. Приблизительно у 70% пациентов заболевших выявляются нарушения памяти, внимания, изменения поведения, которое в конечном счете, конечно, развивается у всех пациентов. На более поздних стадиях могут возникнуть хаеческие гиперкинезы и миоклонические судороги, вызываемые громкими звуками или другими сенсорными стимулами. Болезнь довольно быстро развивается и, конечно, приводит к летальному исходу. В данном случае, когда мы видим хаеческий гиперкинез, наверное, уже диагноз часто не вызывает сомнений. Спиноцеребилярная атаксия, в частности, спиноцеребилярная атаксия 17-го типа. Туда в клиническую картину, кроме хаеческого гиперкинеза, входят также когнитивные нейропсихические нарушения. И опять же хочу напомнить, что это наиболее часто встречающийся среди европейской популяции хаеческий гиперкинез, напоминающий болезнь Гентингтона. Ну а болезнь Гентингтона, которую я уже тоже сегодня неоднократно вспоминал, я напомню, что действительно описано. В 1872 году Джорджем Гентингтоном болезнь получила позже его имя. В данном случае наблюдал за семьей своих соседей, друзей семьи. И на каком-то этапе он видел, что это приличная семья, но все ее члены в возрасте 30-40 лет вдруг меняли свое поведение. Изменялась их социальная активность, изменялось их поведение, их эмоциональная характеристика, членов семьи, когнитивные нарушения. И все это происходило на фоне вот таких вот непроизвольных вычурных движений, напоминающих в том числе пляску святого вида. Данные были опубликованы, позже это было действительно описано как классическая хае, классическая форма гиперкинеза. Этот симптом действительно часто является одним из первых симптомов при болезни Гентингтона. Но однако для болезни Гентингтона описывается классическая триада, генерализованный гиперкинез, деменция подкоркового типа и поведенческие расстройства. Классическая форма является наиболее распространенной, хотя действительно есть и более редкая форма, форма Вестфаля, которая просто не относится к хаическому гиперкинезу, там более преобладает все-таки акинетико-ягидный синдром, поэтому с вашего позволения на нем останавливаться не буду. А вот уже наша такая видеозарисовка, это пациент, который обратился к нам с такими классическими хаическими гиперкинезами и генетика подтвердила болезнь Гентингтона. Пациент, конечно, потерял такую социальную активность, мы видим, что вот такие вычурные движения, они существенно затрудняют его общение в обществе, передвижение, трудоустройство, и у этих пациентов на сегодняшний день мы обсуждаем еще одну такую значимую проблему на фоне снижения качества жизни, это как проблема аутостигматизации, потому что вот такие проявления не дают пациенту возможность спокойно чувствовать себя в обычном обществе. Болезнь Гентингтона характеризуется атрофией подкорковых узлов, и коры больших по уша, и наиболее специфичным гистологическим изменением является гибель нейронов полосатого тела. Ну и в конце мне хотелось бы остановиться так несколько слов такими крупными мазками на лечении, потому что в настоящее время средства, направленных на полное излечение заболеваний, пока, по крайней мере, не существует. Хотя на сегодняшний день появился в нашей стране препарат тетрабенозин, который довольно давно известен в европейской практике, в европейской публикации, но с конца лета прошлого года мы наконец-то получили его в российской действительности. Тетрабенозин на сегодняшний день препарат, который официально одобрен FDA и пока имеет только единственное зарегистрированное показание – это болезнь Гентингтона. Хотя я хочу привести вашему вниманию, просто уже за недостатком времени пролистаю видеозарисовку. Хочется обратить ваше внимание, что тетрабенозин с успехом применяется при большом количестве других хоических гиперкинезов. Это и лекарственно индуцированные гиперкинезы, хоического тоже плана, это и постинсультные гиперкинезы. И на сегодняшний день мы обсуждаем, вот слева на слайде представлено, это различные страны и различные зарегистрированные показания. И синдром Туретта, и Тики, и различные гемеболизмы, хои, тордивные нейролептические осложнения и так далее, и так далее, и так далее. И видео пациентки при постинсультном хоическом гиперкинезе на фоне до лечения тетрабенозином и после. Динамика представлена вашему вниманию. Это и все, что хотел представить вашему вниманию. И заключение слайд нашего центра, который с 2007 года существует, занимается лечением и диагностикой расстройств движения и ботулинотерапией. Спасибо за внимание, коллеги.